Я настолько часто сюда прихожу со знакомыми и друзьями, что я обычно не прихожу сюда снимать. Сегодня я ищу локации для других съемок, но постольку, поскольку я уже здесь, что-нибудь расскажу и о Граде. Скорее всего, я буду рассказывать не о самом Граде, потому что тут рассказывать не перерассказывать, как и о всем остальном, а небольшую историю этого места до того, как здесь появился первый король. Давайте так, так будет интереснее. И историю трех святых, в честь которых назван этот величественный собор. Двух из них я уже рассказывала, это о святом Вите и о святом Вацлаве. Сегодня я подробно остановлюсь на святом Войтихе. Кстати, сейчас пропуск стал легче, то есть нет досмотра и нет рамок. Немножечко все упростилось. Можно послушать, насколько здесь разноголосие, особенно когда так идешь. Людей безумное количество, конечно же, как всегда, это Град. Но попробую. Вас когда-нибудь выгоняли из Града? Меня выгоняли. Идет смена караула. По идее, это должно быть красивое действие. Я сниму. По идее, это должно быть красивое действие. По идее, это должно быть красивое действие. Так замечательно это все проходит. семейную королу конечно же лучше всего наблюдать перед главными воротами там это более как это ярко и красочно ну что ж град я начала рассказывается говорю вас вы когда-нибудь угоняли с какого-нибудь общественного исторического места меня выгоняли дважды я перед операцией постоянно ходила с холтером это такой набор проводов и набор датчиков которые лепится к телу и вот получается вот там на пропускном пункте где были всякие рамки все остальное меня досматривать не могли потому что это холтеры и рамка сбивает его работу и в общем на меня жаловались туристы это было летом на меня жаловались туристы что я хожу вся в проводах их пугаю меня дважды полиция просила но то есть меня не то чтобы выгоняли меня просили что пожалуйста будьте так любезны не пугайте нам туристов было обидно честно скажу было очень видно но сейчас у меня проводов меньше на мне и они понятные люди боятся того что непонятно если бы люди знали как выглядит холтер они бы так сильно не боялись но сейчас на мне все понятно и поэтому меня даже не останавливают хороший у нас сегодня солнечный день смотрите в тот двор я не пойду или пойду сейчас посмотрю я ищу локации для других съемок я люблю знаете когда приходить наград когда проходит ночь музеев или ночь костелов на самом деле когда это все действие происходит здесь очень много открыто к свободному посещению то есть не как экскурсия вам никто не будет проводить экскурсию я выйду к воротам таки покажу их хотя нет к воротам я не пойду я или пойду пойду я не буду выходить через эти ворота я пойду другим путем обратно пойду сниму для вас так вот я начала говорить и все время это отвлекаюсь красиво вот это красиво надо будет запомнить вы тоже я отхожу показываю вы можете для себя для фотографии искать какие-то красивые локации так вот когда проходит ночь костелов здесь все открыто экскурсию не проводят но здесь бывают отличные концерты мы посетили такой вот органы и скрипичный открыт полностью собор святого вида открыта золотая улочка бесплатно и если вам посчастливилось попасть в прагу конкретно в этот период времени то это супер вы можете все посмотреть самостоятельно с той стороны сейчас ворота сниму и кое-что расскажу отсюда очень хорошо видно что град расположен на высоком-высоком-высоком холме но обещанные ворота вот так чудесно и величественно вот не знала но тут входить нельзя тут можно только выходить сейчас пойду искать где можно входить с этой стороны я никогда не захожу с этой стороны я всегда приезжаю на град травмачиком потому что я ленивая задница и мне лень идти в гору вот вход здесь надо же хорошо буду знать вот рамки ох и людей огогушеньки гогу кстати на входе тоже очень красивый вид ну что давайте я наверное пойду к собору святого вида потому что святого вида вацлава и войтиха если уж полное название его у меня есть большой 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 ролик правда он с субтитрами то есть я там не говорила был у меня такой период времени когда я не знала что сказать это было очень тяжело поэтому я просто снимала и делала субтитры оставлю на него ссылку и я там ходила как раз по собору святого вида и кое-что там рассказывала вот уже два слова скажу собор строился больше 600 лет и закончен был уже при первой чехословацкой республики зрелище конечно потрясающие тут я туристов понимаю выходишь и вот так я заглянул настолько насколько меня пустят потому что сейчас естественно здесь только экскурсии а я ни на сколько не загляну там сразу же стоит уже турникет так как я в нем была сто пятьсот раз и платно и бесплатно то и заглядывать не буду прогулялись даже не знаю обойду его с другой стороны покажу покажу здание надо сосредоточиться и что-то рассказать ну давайте так я начну так славянские племена жили на территории чехии еще в период каменного века то есть археологи здесь еще с периода каменного века находили остатки стоянок первобытных людей заселились сюда именно славянские племена примерно в 16 веке нашего летоисчисления а в начале 9 века на месте где сейчас находится град был установлен первый языческий жертвенник все что касается всевозможных легенд и всякого такого прочего я расскажу когда-нибудь потом сейчас будут только факты которые подтверждены опять-таки нельзя сказать что это не легенды но по крайней мере это летописи еще собор тут здорово подниматься на южную башню с южной башни вниз смотреть на град единственное что лестница безумно крутая конечно же и если вы боитесь узких пространств то это не ваш вариант там очень там 380 ступеней так что да она того стоит но если я же говорю если у вас проблемы со здоровьем не лезьте туда спускаться оттуда еще тяжелее чем подыматься так как чешская история она большая богатая и длинная я расскажу наверное если успею до появления первого именно короля я расскажу про чешской чешское княжество про чешских князей показывая вам прекрасную золотую решетку и прекрасный собор святого вида со сценами без ира первый исторически известный чешский монарх был князь боржевой он дал согласие на собственное крещение около восемьсот восемьдесят третьего года во время визита к монах к монарху великой маравской империи то есть это первый исторически зафиксированный факт того что в чехии был какой-то князь по возвращению домой он встретил огромное сопротивление язычников и вынужден был вернуться обратно в великую маравскую империю но как пишет летописи у него на родине осталось очень много всевозможных последователей и благодаря влиянию могущественных сторонников конечном итоге он вернулся обратно на град и укрепился как раз на этом месте где сейчас расположен пражский град знак благодарности он приказал построить внутри крепости церковь посвященную деву деве марии у меня есть план града примерно тех времен но наверное чуть чуть попозже конечно чтобы вы понимали это было очень маленькое пространство и собор построенный деве марии он тоже был очень-очень маленький а свой каменный карнационный трон он разместил как раз на месте я вам собор показываю где находилась это самое языческое капище я вам немного увеличу сцены страшного суда мозаику кстати вот эта золотая решетка которая здесь она там как раз где находится лестница на южную башню и когда вы спускаетесь с южной башни это при прям ну обалденно такое я даже не знаю как сказать обалденная картина вот сцены страшного суда пойду обойду его еще с той стороны он большой красивый что еще можно сказать вот этот самый трон который установил он был не то чтобы королевский это я его так назвала еще ближе покажу адама с евой распятия в общем-то трон был установлен в месте языческого капища и на этом троне князья избирали следующего правителя то есть это не было так чтобы коронация или что-то в этом духе могу еще показать детали обожаю детали и здесь они конечно все бесподобные вот тут даже экскурсии проводят кто-то тут рассказывать можно бесконечно но я не очень люблю снимать награде потому что здесь в любой момент бесконечное количество людей и показать вот искушение адама и евы и здесь само распятие так ну что двигаемся дальше сын боржевого степи гнев степи гнев кстати уже описан и в чешских летописях то есть если о боржевое можно найти информацию только в летописях великой моравской империи то спите гнев он описан уже и самих чешских летописях он отделился от великой моравской империи и в 1895 году отправился в регенсбург где присягнул на верность корентийскому королю 920 году его преемник вратислав построил внутри града внутри этого замка внутри нет скорее града замком он в тот момент еще не был он построил новую построил новую более крупную церковь и это была базилика святого иржи вратислав был сыном людмилы и вратислав это вот та и самая история он взял себе в жену не троится как на чешском это звучит поганку ну то есть язычницу драгомиру язычница драгомира пытаюсь снять что-нибудь по крупненькому чтобы вам было интересно смотреть язычница драгомира родила по легенде это я рассказывала про святого ватслава по моему когда гуляла где-то по воцлаваку по легенде драгомира родила ему двух сыновей ватслава и болеслава ватслав и болеслав были отданы на воспитание бабушки то есть людмиле и бабушка людмила воспитывала их по всяким христианским канонам и вот тут мы упираемся в то что проверить нельзя был у него один сын было у него два сына потому что если верить всевозможным летописи то имя ватслав и имя болеслав это одно и то же имя только в разных транскрипциях но это как иржи и юрий до или как я даже не знаю катка и катя вот в таком плане то есть имя одно но по легенде опять таки утверждается что болеслав убил своего брата ватслава но до этого момента случилось еще куча событий собственно отец этих двух или отец этого одного его даже не знаю как это преподносить в общем он умер и мальчики остались на воспитании у людмилы дорогой мере естественно это все ужасно не нравилось она не хотела чтобы ее сыновей воспитывала бабушка и опять мы вступаем на уровень легенд то ли она сама ее задушила шарфом то ли по ее приказу людмилу задушили шарфом но как настаивают это было именно по ее приказу боже я нашла место где нет туристов вы не поверите я сама себе не верю странно почему их тут нет собственно вскоре после того как людмилу задушили это факт ее задушили именно шарфом шарфом я не знаю платком чем-то таким она получила статус чешской святой когда ватслав вырос не хочу идти в ту сторону не знаю даже почему по моему там да не хочу там очередная экскурсия покажу вам немножко витражей снаружи изнутри не конечно выглядят намного интереснее тут все выглядит интересно тут если братья увеличивают допустим той же камерой то можно часами рассматривать чем я иногда и занимаюсь вот когда ватслав вырос он мать из праги изгнал надежды что велико амаровская империя сможет объединить различные славянские государства ватслав на это тоже рассчитывал они провалились она не смогла в 906 году велико амаровские войска были разбиты их разбили мадяры 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 венгры их разбили венгры падение великой моравии завершилась восстанием языческого населения этой самой моравии и венгры предприняли более 30 опустошительных набегов на территорию которая раньше была велико моравской решили комаровской империи при этом венгры разрушая разрушали не только велико моравскую империю они разрушали плюс ко всему еще дальние страны например они атаковали орлеан ну там где находится нынешний орлеан и они атаковали константинополь германские племена в тот момент заключили с венграми десятилетние перемирия и за эти десять лет им удалось собрать армию так называемых свободных людей что это было за армия свободные люди они были не потому что не были свободные а потому что король германии даровал им свободу не служить другим королям ну или князьям целью этой армии было сделать так чтобы было некое объединение славянских племен которая сможет остановить все набеги собственно венгров ага вот тут тоже будет красиво я заодно смотрю смотрю всякие ракурсы которые меня интересуют аппетит всегда приходит во время еды они начали разбивать собственно армию венгров вот собор еще с этой стороны потрясающе просто согласитесь такое очень величественное здание внутри он еще лучше честно так вот вы 929 году король генрих король германцев вторгся в богемию причем войска короля генриха очень сильно превышали возможности короля ватслава и ватслав не вступил с ним в битву он подписал с ним так называемый добрососедский мирный договор по которому он обязался платить дань в обмен на то что генрих не будет нападать на богемию опять-таки возвращаясь ко всяким историем и легендам по легенде все это было конечно же не так ватслав выехал вместе с армией навстречу генриху и тут значит с неба спустился ангел ватслав один на коне поехал против всей армии немцев германцев на тот момент они все пали на колени и приняли христианство но это если если не читать летописи а читать только легенды прелесть то какая сейчас пройду собственно ватславу нет пройду молча красота неописуемая везде град очень красив здесь по походу только кафе кофе себе что ли купить или уже внизу здесь отсюда будет открываться вид на да вы еще и starbucks надо же никогда такие нычечки не заглядываю потому что когда идешь с друзьями все бегом-бегом информации куча люди приезжают обычно мне нравится когда люди приезжают на два-три дня и говорят типа расскажи нам все тут ходишь годами не можешь все рассказать это оленей ров внизу будет я не знаю я вот так попробую его показать нет стабилизатор не дает показать но поверьте мне на слово там внизу оленей ров сейчас наверное отсюда попробую а вот оттуда вот там внизу король охотился на оленей выезжал купить кофе или не купить кстати здесь тоже не плохо нет кофе уже внизу попьем так на чем я остановился я остановилась на том что вацлав начал платить ага и стабилизатор у меня тоже на чем-то остановился сейчас вроде выравнился так вот я остановилась на том что король вацлав святой впоследствии впоследствии который класс и нет людей боже какие кадры тут можно снимать прелесть да но я очень внимательно тут висят флаги старбакса еще немного собора святого вида вацлава и тихо вот эти вот выносные опоры он какая прелесть были редкостью даже для того времени когда начинался строить собор когда начинали строить собор я еще и слова перестаю выговаривать как бы там ни было в девятьсот тридцать пятом году князь вацлав опять таки это легенда как было на самом деле не знает никто итак не из вас лав приехал в резиденцию своего брата на пир на следующее утро по приказу болеслава он был убит на пороге церкви в 1900 они в 1000 конечно же просто в девятьсот тридцать восьмом году болеслав передал останки вацлава наград согласитесь это странно то есть это зафиксированный факт что он передал останки наград если ты братоубийца то тебя не примут как князя если ты братоубийца причем братоубийца христианин то тебя не утвердит на княженье папа и как бы и римская империя при этом болеслав был князем при этом болеслав передает останки вацлава наград согласитесь это все наталкивает на мысли вот отсюда его можно снять собор что где-то как-то история нам недорассказывает про то что рассказывали что он там что его сестра раздробила его челюсть раздала потом нашли полный череп вот это все я уже рассказывала повторяться пожалуй не буду мало того что болеслав передает останки наград он строит ротонду и в эту ротонду помещает останки святого вацлава еще тогда не святого просто вацлава болеслав воюет с немецким королем воюет он долго 14 лет часто он воюет очень успешно но в 950 году его сын попадает в плен это все известно не по чешским хроникам это все известно по немецким хроникам его сын попадает в плен болеслав придает всех своих союзников и присоединяется к королю оттану первому это польский король пять лет спустя чешское войско войско в составе ну как не в состав вместе с войском польским разбивает полностью германцев в баварии сын болеслава опять-таки болеслав но второй женится на принцессе эмме и скорее всего это принцесса имеет немецкое происхождение принцесса эмма очень сильно увлечена историей вацлава и при принцессе эмме вацлав начинает почитаться как святой это тоже есть именно в немецких хроников дальше история я не знаю давайте я решу что с вами сделать спуститься вниз мне пока рано я опять вернусь туда и пройдусь еще кое-где я не посмотрела то что мне надо я увлеклась рассказом вам поэтому я вернусь обратно наград похожу там еще поснимаю и расскажу вам о всех святых честь которых собственно этот величественный собор и назван а святом виде я практически всю его историю все вариации которые только возможны я внизу оставлю ссылку я это уже ну не рассказывала я это писала но в принципе это можно прочесть я кратенько пробегусь по святому виду святой вид принял мученическую смерть вариантов 3 какая-то была смерть вы 303 году при правлении императора диоклетиана так я пытаюсь делать несколько дел одновременно мне это не очень хорошо получается если честно чтобы поверить в историю святого вида надо иметь либо очень богатое воображение либо полное отсутствие критического мышления то есть я могу поверить что какой-то сын сбежал от отца но не в возрасте восьми лет я могу поверить что какой-то отец нашел и убил своего сына за то что он принял другую веру но не тогда когда сыну было 11 лет то есть все это очень странная история а зная историю допустим того же святого я на непомудского ну то есть верится не очень верится с очень большим трудом как бы там ни было святым этот несчастный мальчик замученный в том что его замучили сомнений нет тогда мучили очень многих детей как бы красиво тут конечно выход на дверь обалденно умер он еще раз я вам напомню в 303 году в 756 году то есть это через 350 лет после его смерти откапывают его останки и переносят вас в аббатство сен-де-ни это аббатство недалеко от парижа еще раз 400 лет то есть все эти 400 лет никаким святым он не считался далее в 836 году его переносят в вестфальское бенедиктианское аббатство корвей и вскоре после того как его переносят в это бенедиктианское аббатство этому святому начинают поклоняться как покровителю вестфалии нижней саксонии и и еще кого-то вот сейчас не вспомню там было три страны когда вацлав соглашается на то чтобы платить дань германцам король германии дарит вацлаву останки святого вита и это очень большой символический шаг со стороны короля германии в то время богемия имела очень тесные отношения с баварией но имела плохие отношения с саксонии и подарок был как раз от представителя саксонской части германцев святой вид входит в так называемый пул из 14 помощников святых к нему обращались в случае эпилепсии случае бешенства если вас покусали змеи не знаю как он правда помогал от этого от всего ну и в случае так называемых святых мучений что подразумевалось под цветными мучениями чаще всего сумасшествие собственно огромный размах поклонения святому виту приобретает при карле четвертом карл четвертый как правитель который хотел ну во первых быть похожим на вацлава да то есть быть отцом нации как вацлав вот это тоже очень очень красиво а возможно с той двери будет еще красивее я объясню у меня мелочь моя написала книгу и хочет ее каким-то образом рекламировать книга фэнтези естественно про средневековье ну естественно потому что техно фэнтези мало кто пишет поэтому она попросила меня расту же все равно гуляешь по воскресеньям найди мне хорошие локации для для рекламирования мои книжечки так что я вот так брожу рассказываю вам и еще красивые локации я уже говорила меня как-то неправильно в прошлый раз поняли я попытаюсь объяснить в этот раз карл четвертый хотел сделать чехию полностью христианской вообще чтобы не осталось никаких язычников еще во времена карла четвертого на этой территории жили люди которые поклонялись свято виду языческому божеству свято вид поэтому святой вид очень очень хорошо зашел карлу четвертому для того чтобы одну язычников перевести в христианство свято вид и святой вид они очень очень были созвучны поэтому его выбор остановился ну в числе всего прочего его выбор остановился на этом святом